МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие продукты содержат полезный холестерин? Как может быть очень вредно желток яйца, если это будущий зародыш? В каком овоще больше всего витаминов? В одной средней трюкви содержится половина суточной нормы кальция. Что спасает от любого похмелья? Дячий, тыпячий, поджелудочный железок. Как выбрать блюдо для романтического ужина? Нефертити прикормил своих поклонников именно салатом из отварного чендерея. Миллионы людей готовят на завтрак блюда из яиц. Это традиционное начало дня во многих странах. Хотя недавно многие начали отказываться от этих вкусных и питательных кушаний. Считается, что в яйцах много холестерина и есть их вредно. Однако новые открытия ученых могут это опровергнуть. В авторитетном медицинском журнале в Англии описана история болезни одного 88-летнего пациента дома престарелых, чьи сосуды находились в отличном состоянии. На вопросы, что он ест, мужчина ответил, что съедает около 30 вареных яиц ежедневно. Эта новость перевернула научный мир, а диетологи сделали революционный вывод, что холестерин, который содержится в куриных яйцах, не вреден сам по себе и не откладывается в организме человека. Холестерин – это многокомпонентное вещество. И мы говорим о полезном холестерине, о вредном холестерине, подразумевая липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности. Это уже тоже современный уровень медицины. И как может быть очень вредно желток яйца, если это будущий зародыш? Именно потому, что яйцо содержит основу будущего организма, оно уникально. В истории даотских практик стерлось имя монаха, пытавшегося создать пилюлю бессмертия. Желая найти материал для сохранения вечной жизни, старый даос смешивал экстракты различных трав и специй, добавляя к ним металл, ртуть и серу. Но таблетка не получалась. И когда на исходе жизни силы уже оставляли его, он случайно увидел, как из куриного яйца вылупляется птенец. И подумал, что в этом может быть секрет бессмертия. В одушевленной новой идее монах добавил обычное куриное яйцо в состав пилюли бессмертия и стал ждать. Летописи монастыря, где служил древний даос, рассказывают, что через несколько дней монах превратился в молодого юношу и покинул стены обители. Даосы верили, что яйцо получает свою энергию от зерна, съеденного курицей, а зерно впитывает силу солнца и земли. Значит, человек, съедающий яйцо, приобретает энергию солнца и становится физически вечен. Даосы нашли способ бессмертия. Бессмертие достигается даосами путем выращивания внутри себя себя бессмертного. А потом, когда тебе удалось внутри себя вырастить, как в яйце, как вот в этой скорлупе, там внутри в полной темноте, в полном неведении мира вырастает твой человек, который будет жить вечно. Теорию бессмертия, заключенного в курином яйце, продолжили изучать средневековые алхимики. Они экспериментировали с яйцом, пытаясь на полном серьезе создать из него нового человека. Это замкнутое пространство. Вот они и так и создали пробирку. Туда, значит, поместили семя, необходимые для его созревания питательные вещества, и поместили это все в навоз, для того, чтобы там была поддерживаемая постоянная температура человеческого тела. И в результате должен был, по их мнению, родиться человек пробирки. В современном мире христиане красят куриные яйца перед праздником Пасхи. Что за странный обычай? Зачем это нужно? Мало кто знает, что иудеи переняли этот обычай в Древнем Египте. Ведь именно здесь яйца испокон веков считались пищей богов. Процесс зарождения жизни, эволюции от яйца до уже, так сказать, ку-птицы, которая появляется совершенно причудливым образом из него, и потом все это идет снова по кругу, это, конечно, некий символ продолжения жизни. В стране пирамиды сейчас каждую весну отмечают праздник фараонов и дарят друг другу ярко-красные вареные яйца. Что заставило египтян и потом иудеев возвести яйца в серьезный религиозный культ? Образ яйца, символ яйца – это всегда символ некой жизни, которая сконцентрирована в зародыши и готова развернуться в полном объеме. По мнению ученых, все дело не в цвете яиц, а в том, какие новые соединения образуют их составляющие – белок, желток и кальциевая скорлупа. Израильские ученые доказали, что традиционное еврейское блюдо – яйца, сваренные в бобах, обладают удивительными питательными свойствами. Яйца моют и варят в скорлупе несколько часов в смеси из разных коричневых бобов. В процессе долгой варки яйца впитывают вкус и аромат бобовых. Тем временем происходит еще один важный процесс. Как известно, яйца состоят из животного белка – бобы из растительного. Соединяясь между собой, эти белки образуют принципиально новое соединение, очень полезное и питательное для организма человека. В процессе тепловой обработки происходит своеобразное плавление молекулы, которые ученые называют денатурализацией белка. Подобное приготовление яиц было придумано еще в старые времена, когда не так уж было легко достать мясо. Биологи считают, что крашеные яйца хранятся дольше, так как краситель заполняет полости в строении скорлупы, через которые яйцо дышит. Благодаря этому воздух не поступает под внешнюю оболочку, бактерии не размножаются и яйцо остается свежим. Но оказывается, эту особенность подметили крестьяне на Руси. Во время Великого Поста они варили куриные яйца в луковой шелухе и так сохраняли их до Пасхи. Этот продукт, который все-таки не шел сразу в употребление, вот в такой обычной кухне, который действительно требовал длительного хранения, а следовательно, как вы понимаете, был не таким повседневным. Народные рецепты донесли до нас еще один удивительный способ применения куриных яиц. Эта история связана с именем реального человека, богатыря Михайла Патыки, который женился на девушке Авдотьи Лиховидине. Молодая пара жила в мире любви, пока однажды девушка не начала чахнуть и болеть. С каждым днем из нее выходили сила и здоровье. Густые косы редели, кожа блекла, терялся природный румянец. Соседи сочувствовали, а знахари разводили руками. Тогда Михайло решил сам спасти жену. Он сел на коня и поскакал в глухие леса. Оттуда привез ведунью, которая пообещала спасти его жену. Старуха велела принести ей десяток свежих яиц. По одному разбила все. Но к изумлению домашних взяла не белок с желтком, а скорлупу. Опустила скорлупу в большой чан с водой. Велела Авдотье пить настоянную воду каждый день перед едой. И попросила Михайла отвезти ее домой. Богатырь сопротивлялся. Он боялся, что колдунья решила его обмануть. Но каково же было его удивление, когда уже через день Авдотья почувствовала себя значительно лучше. К молодой женщине стали пребывать силы и бодрость. Колдунью с почетом и подарками отправили домой. А женщина всю оставшуюся жизнь пила воду, настоянную на яичной скорлупе. Эта вода в народе и обрела название «Живая». Но в чем секрет этого напитка? Легенда имеет под собой серьезное научное обоснование. Все дело в уникальном составе яичной скорлупы, которая почти идентична к кальцию, из которого состоят наши зубы и кости. Растворяясь в воде, скорлупа образует новые соединения кальция, которые прекрасно усваиваются организмом. Те, кто употребляют кальциевую воду, начинают меньше болеть, лучше выглядят и дольше не стареют. Есть версия, что жители японского острова Окинава живут до 120 лет именно благодаря уникальной воде, насыщенной кальцием. Коралловые колонии окружают остров. Они насыщают кальцием воду, которую японцы употребляют в пищу каждый день. Уже наука доказала, что именно это сочетание будет проходить через стенку кишечника, через стенки клеток и использоваться клетками и тканями. Все дело в том, что раствор воды и кальция переходит в ионную, удобную для усвоения форме. К тому же яичная скорлупа очищает воду. Она впитывает в себя соли тяжелых металлов и дезактивирует вредный для человеческого организма хлор. То, что мы назовем сейчас кальцинированной водой, да, она просто стояла в питьевой воде, например, добавляли, скажем, когда ее давали детям. У крестьян, в отличие от горожан Российской империи, кости были более прочные. Все дело в том, что в пищу они добавляли толченую яичную скорлупу. Так в организм поступал природный, легко усваиваемый кальций. Скорлупа расталкивалась, ну, естественно, после того, как отделялась пленка, она прокаливалась, она измельчалась, например, в ступке, и часто ее, например, добавляли в кислые щи. Вот это действительно было так. Интересный способ применения сырого яйца используют певцы всего мира. Говорят, этот рецепт открыл певец по имени Гогель из еврейской синагоги в городе Могилеве. Однажды он потерял голос, и из-за этого лишился работы. Его финансовое положение было настолько тяжелым, что в доме не осталось даже дров, чтобы приготовить обед. Тогда Гогель достал последнее куриное яйцо, взболтал его с солью и выпил маленькими глотками. Проглотив последнюю каплю этого коктейля, Гогель почувствовал, что к нему возвращается способность пить. Водушевленный этим эффектом, он занял у соседей еще одно яйцо и приготовил себе еще один коктейль. Через некоторое время к Гогелю из Могилева вернулся голос, а напиток на основе сырого куриного яйца прозвали Гогель-Моголем. Здесь связано не столько с белком, сколько с желтком, который содержит витамины А, Е, плюс сам имеет такую структуру, что способен обволакивать слизистую оболочку и делать более комфортным процесс голосообразования, потому что идет смягчение, увлажнение слизистой. А в этих условиях процесс голосообразования гораздо проще. Хорошо впитываясь в слизистую, сырой куриный желток восстанавливает разрушенную структуру клеток, насыщает их необходимыми витаминами и микроэлементами. Однако не стоит забывать, что для этого яйца лучше брать в известном хозяйстве, где точно понятно, что они от здоровой курицы. Ангелина Ковтун. Последние 10 лет работает в туристическом бизнесе. Ей живет в очень напряженном ритме. Раньше, после 12-ти часового рабочего дня, она приезжала домой, умирая от усталости. А еще на ее плечах был дом, муж и дети. Но однажды подруга сделала ей подарок. Пять молодых курочек несушек. Пока она везла, я ее спросила, ты везешь-то хоть какая порода? Она думала дома, она говорит, брама. Куры оказались красивого коричневого цвета с большой, хорошей родословной. Но Ангелина с ужасом думала, что после тяжелого дня ей еще придется тратить силы на уход за питомцами. Но в первый же день стало ясно, что куры существенно отвлекают от проблем. Каждый вечер, приходя с работы, Ангелина первым делом направляется в курятник. Когда приходишь после работы, заходишь в курятник, и куры тебя встречают радостно. Ты начинаешь их кормить, они тебе квохчут, кукарекают, замолкают, потом их начинаешь гладить. И успокаиваешься, и получаешь какое-то умиротворение. Ангелина вооружилась литературой и обнаружила, что в России уже существуют клиники, где наряду с ипотерапией и купанием с дельфинами есть лечение курами. Куротерапия, так называют ученые, эффект, который оказывает на человека общение с этими домашними птицами. Именно куротерапия позволяет Ангелине расслабляться и успокаиваться после трудного рабочего дня. Кроме того, женщина убедилась, что лучшие, самые вкусные и полезные яйца действительно от своей курицы. Оно совершенно отличается от магазинного яйца. Дети, которые раньше жили отдельно, сейчас переехали к нам в дом и живут с нами, говорят, что яйца, которые они покупают в магазине, по сравнению с домашними, похожи на немного синтетические. Но это радует мою душу. Яйца были едой фараонов и царей. По некоторым данным, яйцо ценилось дороже серебра. Еще бы, ведь с обычным куриным яйцом в организм человека попадает строительный материал для новой жизни. Кстати, многие древние народы верили, что мир произошел от огромного яйца божественной птицы. Странное совпадение, но Земля как раз не идеально круглая. По словам ученых, планета имеет форму не шара, а геоида. Она сплеснута на полюсах и немного вытянута в одну сторону. В общем, действительно, похоже на яйцо. На Руси раньше был известен секрет богатырского здоровья. Самый загадочный северный корнеплод, почти забытый на века. Овощ, хранящий непостижимую тайну. Брюква. Сегодня мало кто с уверенностью скажет, как этот овощ выпьет. А ведь раньше его ели повсеместно. Это корнеплод семейства крестацветных. Он славится высокой урожайностью. По окраске, по консистенции он похож на репа, но только несколько, чуть погрубее. Странное дело, но наука не может объяснить, как он возник на планете. Агрономы с уверенностью заявляют лишь одно. У брюквы нет дикого предка. У брюквы, у овощной брюквы диких предков не выявлено, так как в диком виде брюква не была найдена. Между тем, брюква известна уже тысячи лет. Еще римский историк Плини Старший в трудах упоминал о ней, как о древнем лекарственном растении. Она была весьма популярна у северных народов, обитателей Сибири и Скандинавии. Откуда же она взялась? История с брюквой, на самом деле, она не очень проста и ясна. Потому что появление ее, как таковой, оно теряется в веках. Что такое брюква? Это фактически некая естественная смесь между дикой листовой капустой и репой. Можно ли себе представить земледельца Железного века, который догадался скрестить на своем огороде две культуры – дикую капусту и репу? Как вообще возможно случайно соединить корнеплод и листовую качанную культуру? Пусть даже они принадлежат к одному семейству крестоцветных. Но другие ученые говорят, что самый генетически близкий родственник брюквы – масличный рапс. В тесном родстве она находится с рапсом. У них даже один и тот же геном. Различаются они лишь по наличию либо отсутствию мясистого корня, корнеплода. Брюква была пищей богов. Но несколько тысяч лет назад землю настигла страшная засуха, и верховный бог Инмар, что в переводе с удмуртского означает «живущий на небе», сжалился над удмуртами и подарил своему народу новый овощ – брюкву. Только она могла пережить засуху, жару или жуткий мороз. В одно время была засуха, и многие люди умирали от голода. И вот именно в это время они обнаружили полезные питательные свойства брюквы. Современные удмурты делают традиционное блюдо – пирожки с брюквой, и считают, что совершают обряд поклонения древним богам. Называются пирожки для нашего уха забавно. Как роки с коллегой. Хранительницы традиций стараются изготовить их так, как это делали древние жрецы. Чтобы были настоящие удмуртские, как роки с коллегой, их надо выпекать в русской печке, что мы сейчас и будем делать. Каждая удмуртская хозяйка знает, если в доме есть брюква, семья никогда не останется голодной, и никто не будет болеть. Тесто для коллег можно брать дрожжевое, лучше разведенное на чистой родниковой воде. Раскатывают его очень тонко, так оно будет более рыхлым и нежным. А чтобы вкус брюквы был более насыщенным, мелко нарезанные кусочки овоща сдабривают приправами и специями. Так, вот сейчас мы их немножко подвернем, чтобы они у нас равномерненько пожарились. Вон какие, видите, какие трясины это становятся у нас. Вот, румяненькие у нас пирожочки. Удмурты помнят историю одной женщины. Все называли ее Марья-кормилица. В 1935 году выдался небывалый урожай брюквы, самого популярного овоща в кухне этого древнего народа. Брюкву бросали на корм скоту, вазами отвозили в лес, толкли на перегной, в общем, избавлялись от излишков, как могли. Все это остановила женщина по имени Марья. Она запретила жителям своего села выбрасывать лишние спелые корнеплоды и собрала брюкву в подвале своего дома. Об этих заготовках быстро забыли. Однако в следующем, 1936 году, по Волжье и в Удмуртскую АССР постиг страшный неурожай. С наступлением холодов люди начали умирать от голода. Тогда им на помощь пришла Марья-кормилица. Она достала из своих закормов прошлогоднюю брюкву и накормила ей всю деревню. Благодаря питательным веществам и витаминам, которые хорошо сохранились, брюква спасла от голода добрую сотню семей. Она очень полезна. Она содержит большое количество кальция. И она очень полезна для тех, кто страдает с заболеваниями костей. И вообще в ней просто так ладить минеральных веществ и витаминов. Вероятно, Марья-кормилица знала, что этот уникальный овощ отлично хранится в темноте, сохраняя свои качества и вкус даже год спустя. Ее убирали, как правило, в конце сентября, в начале октября, закладывали в погреба, в хранилища специальные, которые открывали вот перед началом Великого поста. И в течение поста питались брюквой. А ученые выяснили, что питательные свойства брюквы действительно уникальны. Есть такой интересный факт, что в одной средней брюкве содержится половина суточной нормы кальция. Оказывается, в одном килограмме брюквы столько же кальция, сколько в литре молока. В долгие месяцы зимы она прекрасно заменяла молоко и мясо. Особенно же спасала в периоды поставки. Здесь произошла такая немножко парадоксальная ситуация у нас в России с этим овощем. Сам этот овощ, с одной стороны, достаточно неприхотлив, с другой стороны, и вкусовые его качества, ну, тоже не сильно взыскательные, будем говорить прямо. Поэтому, как такой непременный рацион крестьянской кухни, которая использовала все, что практически можно вырастить на своем небольшом огороде, это было важное подспорье. Этому простому продукту на Руси придавали огромное значение. Но почему? Прежде всего, этот овощ идеален для северных широк. Ему не нужны солнце, а благодаря толстой кожуре он особенно морозоустойчив. Но главное – непревзойденные бактерицидные свойства этого корнеплода. В соке брюквы содержится витамина С больше, чем в самом крупном плоде апельсинов. В брюкве содержится большое содержание витамина С. На 100 грамм продукта содержится суточная норма данного витамина. И это еще не все. Витамина С в этом корнеплоде не просто много, он еще и обладает уникальными свойствами. Этот хрупкий и неустойчивый витамин хранится в брюкве до 6 месяцев и не разлагается даже при термической обработке. Этот витамин сохраняется в кулинарном применении. То есть есть тоже такая информация, что в течение варки одного часа процентное содержание витамина С падает только на 14%. Почему витамин С, такой хрупкий, легучий в других продуктах, сохраняется именно в брюкве? Дело в том, что она содержит горчичные масла, которые консервируют витамины. Однако не всякое приготовление этого овоща сохраняет в нем полезные качества. Для того, чтобы все питательные вещества остались целы, брюкву парили или тушили. Наливали на треть или на четверть воды, закладывали туда корнеплоды, ставили в хорошо протопленную печь и в течение длительного времени происходило парение, приготовление на пару этих корнеплодов. То есть горячий пар, который образовывался от воды, он прогревал в течение длительного времени корнеплоды, не вымывая оттуда никаких питательных веществ. К концу 19 века брюква уступила свое место картофелю. Брюкву стали считать крестьянской пищей. Ее посевы сократились, а в советское время были почти уничтожены. А ведь наши предки каким-то образом знали то, что сейчас выяснили ученые. Витамин С – скорая помощь при простудах и воспалительных заболеваниях. Лишь немногие сохранили эти знания и умели их применять. В мемуарах Пьера Жильяра, преподавателя французского языка в семье последнего российского императора, описан любопытный случай. Царевич Алексей родился слабым ребенком. С самых первых дней своей жизни он постоянно болел, в том числе и простудой. Лучшие врачи Европы могли дать мальчику лишь кратковременное облегчение. Особым испытанием для царевича была промозглая и сырая питерская зима. Но однажды одна из фрейлин дала императрице Александре Федоровне старинный русский рецепт от зимних хворей. Повар взял крупный плод свежей брюквы, проделал в нем отверстие, туда положил столовую ложку меда и дал настояться несколько часов. Со временем в воронке образовался сок, смешанный с медом. Царевича напоили этим соком, и измученный ребенок спокойно заснул. Уже утром он выглядел заметно лучше. На щеках появился румянец, мальчик велел его одеть и дать любимые игрушки паровозике. На Руси также уважали еще одно растение, которое растет где попало, но может буквально вылечить от всех болезней. Девушки использовали его для приворота женихов. Его бросали в костер в ночь на Ивана Купала, чтобы дым от листьев отгонял нечистую силу. А знахари еще в 12 веке называли его стрекава и парили веником из его стеблей больных ревматизмом. Некоторые народные сказания связаны именно с этим загадочным сырником. Крапива очень интересное растение, которое помогает нам восстанавливать наше здоровье. Если мы берем у природы те растения, которые она нам посылает и используем в пищу, мы обогащаем себя теми необходимыми элементами, которые нам и дарит природа. С детства нам известна сказка гуси-лебедев, которая героиня плела своим братьям рубашки из крапивы. Законные братья. И чтобы их расколдовать, сестрица должна была из крапивы сплести им рубашки и набросив рубашку на братца, она превращала его из лебедя в доброго молодца. Ну, в общем, все случилось благополучно, все произошло хорошо. У сказки есть серьезные исторические обоснования. Обычай плести кольчуги из крапивы ввела жена самого известного русского витиля, воина и боярина из Ростова Александра, ставшего прототипом былинного Алеши Поповича. Его жена Любава, каждый раз готовя мужа в поход, выходила на луг и под полной луной собирала стебли крапивы. Особое внимание уделяла старой крапиве. Согласно народной мудрости, именно она обладает самыми сильными, целебными и магическими свойствами. Женщина рвала крапиву аккуратно, стараясь не повредить корневище. Считалось, что растение должно сохранить связь с матушкой-землей, иначе оно потеряет силу. Собранную крапиву долго сушили в тени. Потом ее трепали, отделяли от обжигающих листьев, а из оставшихся стеблей плели мужские рубахи. Такую рубашку Александр Попович надевал под железную кольчугу. Сегодня понятно, что она оберегала кожу от окисления металла. Более того, такая чудо-рубашка спасала воина от мелких ссадин и ран, улучшала свертываемость крови, помогала обеззараживанию и заживлению кожного покрова. Крапива имеет свойство сгущать кровушку, поэтому ее используют от кровотечений, от разных застарелых ран, и она очищает кожу, очень сильно очищает кожу. Новейшие исследования крапивы показали, что это растение действительно обеззараживает и заживляет раны лучше любого лекарства. Все дело в редкой кислоте, которая содержится на кончике листьев крапивы. Прикасаясь к народному телу, крапива выбрасывает тысячи мелких, тонких иголок, которые впиваются в противника и брызгают на рану своей особой кислотой, похожей на муравьиную. Но на человека эта кислота действует особо, обеззараживает кровь и насыщает ее полезными веществами. Все действует в повышении количества гемоглобина и увеличение количества эритроцитов. Съединение с люцерной, меденицей, грушей, с дисмертником, барбарисом, цветками гречки, она лечит и заболевания крови, и обменные полиартриты, и заболевания желудочно-кишечного тракта. Василий Ляхов помнит, как его отец заболел сильнейшим нейродермитом. Все его тело покрылось волдырями и ранами. Врачи-дерматологи в недоумении разводили руками. Тогда деревенский знахарь рассказал отцу Василия о древнем народном методе лечения кожных заболеваний. Он пошел, нарезал крапивы. Кто сказал ему, кто ему сообщил об этом, даже не знаю. Но он нарезал крапивы, полную ванную наложил крапивы, залил водой горячей, но градусов, наверное, 50-55. Она постояла, настоялась, остыла градусов, наверное, до 40. И вот он в эту воду, в этот настой, в отвар залез, попарился в крапиве. Через неделю у него тело было абсолютно чисто, абсолютно розовое. То есть крапива, она имеет такие очень активные и целебные свойства. О том, что крапиву уникальное природное лекарство, знал еще древний целитель Авиценна. В своем каноне врачебной науки он большое внимание уделил крапиве как средству от бесплодия. Всем молодым женщинам Авиценна наказывала есть крапиву с луком и яйцами или пить отвар из крапивы и сухого красного вина. Авиценна советовал взять 100 граммов крапивы, залить их двумя литрами сухого красного вина и оставить смесь в сухом темном месте. Через несколько дней смесь стоит хорошенько встряхнуть, довести до кипения, охладить и принимать по 50 граммов три раза в день перед едой. Совсем недавно этот древний метод нашел современное научное обоснование. Сок крапивы действительно улучшает кровоснабжение в женских органах и способствует беременности. Не брезгуют ею и современные врачи-фитотерапевты. Крапива используется для стимуляции кровотворения, то есть для повышения количества гемоглобина и эритсерцитом. По одной из версий название крапива произошло от имени верховного славянского бога солнца Ра и древнеславянского глагола пива, то есть крапива, пьющая солнце. Действительно листья этого растения содержат много хлорофилла. Колоссальное количество хлорофилла в этом растении. Она действительно собиратель солнышка, она собиратель солнечных лучей. Поэтому в тех местах, где недостаток солнца, где недостаток тепла, крапива восполняет через питание, через употребление вовнутрь, мы восполняем недостаток этого тепла. У северных народов существует поверье, что крапиву подарили боги, чтобы люди не болели в хмурое межсезонье. Еще бы, ведь крапива появляется ранней весной, когда организм жителей севера сильно ослаблен после долгой и холодной зимы. Листья крапивы содержат 41% железа, поэтому это растение незаменимый элемент питания для беременных и кормящих матерей. У Елены Волковой недавно была проблема, характерная для многих современных женщин, только решила она ее очень оригинально. Елена родила второго ребенка, и ему катастрофически не хватало грудного молока. Лекарства, которые прописали врачи, не помогали. И даже народные способы и рецепты, которыми пользовались ее подруги, никак не увеличивали количество и качество молока. Ситуация становилась невыносимой. Голодный ребенок плакал, Елена не отвечала, домашние потеряли покой и сон. Общепринято считать, что лактацию хорошо улучшает чай с молоком. Для меня просто свежая родниковая вода и полезное питание оказались гораздо более эффективны, чем просто чай с молоком. Ситуация изменилась, когда Елена вспомнила старинный способ, о котором ей в детстве рассказывала бабушка. Оказывается, все кормящие матери из деревни, где выросла Елена, употребляли в пищу молодые листья крапивы. Я росла в городе, но у меня бабушка жила в деревне и на все три месяца меня родители отвозили в детстве в деревню к бабушке. Для меня это был самый долгожданный праздник, когда можно было вдоволь нагуляться, есть с огорода. Елена попросила мужа привезти ей из леса свежих листьев молодой крапивы. Чтобы не обжечься, крапива обдала кипятком. После этого мелко порезала листья, добавила немного свежего огурца и петрушки. Сверху посыпала вареной гречей. Готовить ей помогала старшая дочка, а получившийся салат с удовольствием ела вся семья. Всего в 20 листочках крапивы содержится суточная доза витаминов для человека и микроэлементов полезных. Горсть листьев крапивы в салате и вся семья забыла о простудах и проблемах с пищеварением. Содержит в листьях муравьиную кислоту при соприкосновении с листьями возникают ожоги. Но, кроме того, она очень полезное растение за счет того, что содержит большое количество витаминов внутри себя. По содержанию витамина С превосходят даже цитрусовые. На Руси знали еще одно удивительное растение. В народе его называли огуречной травой. Античные же народы еще до нашей эры именовали этот неприхотливый сорняк бурагу. В пищу идут его листья и стебли. Больше там ничего и нет. А огуречной травой оно стало именоваться за насыщенный запах и вкус настоящего огурца. Причем доступно это растение тогда, когда самих свежих огурцов либо еще нет, либо уже нет. В середине мая можно получить достаточно крупные сочные растения. Плюс молодая зелень этой травы барага обладает приятным нежным ароматом свежего огурца и очень пикантно в зеленых салатах можно также с мясом, с рыбой использовать пищу. Плюс это, конечно же, источник натуральных естественных витаминов, выращенных в природе. Барага к огурцам не имеет никакого отношения. Запах обеспечивает эфирные масла, которые входят в состав огуречной травы. Любопытные исследования провели английские ученые Макс Питлер и Эрнст Эдцер в 2006 году. Они решили собрать все известные антипохмельные средства и выяснить, какое из них лучше всего снимает последствия опьянения. Эксперты изучили все официальные и народные методы лечения похмельного синдрома, а также обратились за помощью к производителям лекарственных средств. Мгновенно нашлось несколько сотен добровольцев, готовых напиться во имя науки и наутро испытать на себе действия трав и препаратов. И лучшим средством оказалась барага, она же огуречная трава. При злоупотреблении алкоголя, как эпизодическом, так и хроническом, почему действует огуречная трава? Потому что в ней есть витамин С, а витамин С лечит печень поджелудочную железу, каротины и макро-микроэлементы возвращают человека к ну предупреждают похмелья. Мало того, огуречная трава снимает похмельный синдром даже лучше традиционного рассола из соленых огурцов. Но не только этим может быть полезно это растение. В трактате Клиния Старшего описано, как римские воины обычно готовились к бою. Они садились вокруг костра и в большом крупке грели красное вино. В него добавляли огуречную траву, а потом пускали кубок по кругу. Этот напиток придавал им бесстрашие и отвагу, успокаивал нервы и повышал боевой дух. Неужели огуречная трава помогла римской армии одержать так много победоносных сражений? Ученые думают, что солдаты ели огуречную траву не за этим. Возможно, древние врачи заметили, что это растение помогает уменьшить кровопотерю. Что такое военные действия? Это всегда кровотечение, это значительные раны, это ампутация. И для того, чтобы остановить кровотечение, то как раз действие особенно витамина С и макроэлементов. Но настоящей палацей в античном мире считалась не эта, а другая трава. Как гласят древнеегипетские летописи, несравненная царица Нефертити была любимой и единственной женой Эхнатона. Но годы шли, а она не могла подарить фараону наследника, рожая лишь одних дочерей. Ее некогда гибкий стан серьезно изменился в очертаниях. Она утратила самую главную власть в спальне. Царицу удалили в загородный дворец, а ее место заняла наложница по имени Кия. Опечаленная царица обратилась к жрецам за помощью. Они открыли ей древний секрет. Чтобы вернуть любовь мужа, нужно каждый день пить сок магического растения. Его листьями украшали жилище, а из корневища варили вкуснейшее пюре. Но никому до Нефертити жрецы не раскрывали главный секрет сельдерея. Основная сила растения таилась в его стеблях. Царица приказала рабыням каждое утро перетирать стебли сельдерея, а выжатые из растения сок собирать в кувшин. По совету жрецов она пила этот сок и уже через месяц ее располневшая фигура сильно изменилась. Лишний вес ушел, тело обрело гибкость, а кожа стала светлой бархатистой, словно у юной девушки. И тогда Нефертити пригласила фараона на ужин и лично налила в его кубок сок сельдерея. Растение подействовало мгновенно и Эхнатон заново влюбился в собственную жену. Что знали древнеегипетские жрецы? Какие свойства сельдерея сделали его незаменимым при потере лишнего веса? Почему современные женщины до сих пор едят его длинные мясистые стебли, чтобы обрести стройность и красоту? Содержит и все витамины С, В, П, П и большое количество каротина. В листьях содержится меньше калорий, но зато в листьях также большое количество каротина. И люди, которые, скажем, сидят на диете, им советуют диетологи больше употреблять черешкового сельдерея, потому что в 100 граммах черешкового сельдерея находится всего 17 килокалорий. И больше тратится энергии на пережевывание этих черешков, чем приходит энергия с их потреблением. Однако дело не только в низкой калорийности сельдерея. Новейшие исследования показали, что сельдерей отодвигает старость. Все дело в способности растения улучшить водно-солевой баланс в организме. При употреблении сока и мякоти сельдерея в пищу выводится лишняя соль, уходит ненужная жидкость, и от этого уменьшается вес и улучшается обмен веществ. Содержит и все витамины С, Б, ПП и большое количество каротина. Древние китайские медицинские трактаты сохранили сведения, что сельдерей нужно использовать как средство понижения артериального давления. Китайцы знали, что в сельдерее есть ароматические масла, которые расслабляют сосуды, а калий, который в нем содержится, укрепляет стенки сосудов, улучшает кровоснабжение в капиллярах. К тому же медиками давно подмечено, что эфирное масло сельдерея успокаивает нервную систему и улучшает настроение. Это растение буквально спасает от депрессии. Сельдерей содержит большое количество эфирных масел, как в корнеплоде, достаточно выраженный привкус, характерный, как в листовой массе, так и в семенах. Ирине Бабичевой 27 лет. Последние годы она работает фотомоделью и любит свое занятие. Однако все могло быть иначе, если бы несколько лет назад Ирина не приняла решение полностью изменить свой рацион питания. 9 лет назад перешла, наверное, чисто случайно, поняв, что мне неудобно, некомфортно в моем весе. Я весила на тот момент на 10 килограмм больше и решила заняться собой, пересмотрела свое питание, образ жизни. Ирина прочла, что каждый день нужно съедать несколько кусочков степля сельдерея. Поначалу овощи не понравились на вкус. Новая диета не встретила понимания у родителей. Они настаивали, чтобы дочь вернулась к обычному режиму питания. Поначалу, конечно же, нет. Папа вообще просто постоянно ругался, сколько можно так кушать. Надо кушать, кушать, мясо. Однако Ирина не сдавалась. Наградой за ее терпение стала быстрая потеря лишнего веса, а также отличный цвет лица и хорошее настроение. Он почему-то к большому удивлению, к радости, к моей, он насыщает аппетит, в то же время происходит легкость, и организм насыщается полезными веществами, микроэлементами. тем самым ты просто стройнеешь. Сейчас Ирина носит сороковой размер одежды. Многие известные фотографы мечтают провести фотосессию с ней. Также девушка осваивает новую профессию имидж стилиста и всем советует обратить внимание на рацион. Чем маскировать плохую кожу и волосы, лучше быть здоровым изнутри. Естественно, я рекомендую всем употреблять сельдерей. Потому что это действительно уникальный продукт, который просто организм делает здоровым и стройное тело. Недавно ученые открыли, что сельдерей по-настоящему чудодейственный. Он способен остановить такое страшное заболевание, как рак поджелудочной железы. Все дело в уникальном веществе апигинии, который повреждает ДНК раковой клетки, и она начинает самоуничтожаться. Доподлинно известно, что в древние времена женщины клали под кровать стебли сельдерея, если хотели, чтобы у них родился мальчик. Причины этой странной традиции были открыты совсем недавно. Оказалось, что сельдерей содержит мужской половой гормон андростерон. Именно в этом содержалась загадка любовного зелья, которое выпил Ахнатон. Сок сельдерея является мощнейшим афродизиаком. Красавица Нефертити оставила нам еще один рецепт любовного снадобья, которое может приготовить любая современная женщина. Для этого нужно взять вареные корни сельдерея и приготовить из них салат, обильно посыпав его толченым миндалем или лесными орехами. Удивительно, но факт, в процессе термической обработки сельдерей усиливает свои свойства. После такого ужина ночь любви будет поистине царской. Сельдерея это колоссальный афродизиак, который употребляет как верхушки, так и корень. Причем корень сельдерея в отварном виде обладает этими свойствами гораздо сильнее, чем в свежем виде. И вот есть легенда, что Нефертити прикармливала своих поклонников именно салатом из отварного сельдерея. С каждым днем ученые все больше убеждаются, что нашим предкам было известно множество эффективных рецептов продления молодости, здоровья и красоты. Все эти способы основаны на искусном применении того, что дарит нам мать природы. Однако сама она хранит еще много загадок. мать 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 Редактор субтитров А.Семкин